Временный номерной знак получил первый беспилотный автомобиль в Республике Корея. Он будет действовать в течение пяти лет. Таким образом, правительство страны намерено содействовать развитию производства подобных самоуправляемых машин. Технологии производства авто, способного передвигаться автономно, горячо обсуждают сегодня специалисты многих стран. В центре внимания безопасность транспорта нового типа. Новый прототип Генезис, который получил номера, оснащен GPS-навигатором и специальными сенсорами, которые позволяют автомобилю оставаться в нужной полосе и соблюдать необходимую дистанцию от других участников дорожного движения. Машина управляется в полуавтоматическом режиме. Стремительное развитие автомобильных электронных систем делает реальной идею беспилотного автомобиля. Это постепенный переход от полуавтоматического к полностью автоматическому режиму. Нам удалось разработать полуавтоматику, и мы продолжаем движение. Активно поддерживают развитие беспилотников и другие страны. В Японии планируется запустить сервис такси, где такими будут все машины. Тестирование службы с помощью жителей города Фуджи-Сава начала японская компания «Робот-такси». Ее конечная цель – обеспечить работу транспортных средств в автоматическом режиме к началу Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Я заказал для себя поездку на беспилотном такси. Оказалось, что это очень удобно. Между тем, компания «Вольво» объявила о переходе к следующему этапу проекта по разработке систем автономного пилотирования. Специально обученным добровольцам выдали 100 автомобилей, которые способны самостоятельно тормозить в чрезвычайных ситуациях. Внедрять автономные технологии в серийные авто шведская компания планирует уже с 2017 года. Приоритетная задача – сделать автомобили без водителей безопасными. Например, в прошлом месяце беспилотник компании «Гугл» во время дорожных тестов в Калифорнии попал в ДТП. После выхода беспилотников на рынок они должны будут ездить по дорогам рядом с обычными автомобилями. Если последние не соблюдают правила движения, то вероятность ДТП возрастает. Поэтому, кроме безопасности, перед нами еще стоят серьезные вопросы усовершенствования системы лицензирования, страхования и другие. Еще одна проблема – возможность хакерских атак на беспилотники. Взлом системы позволит злоумышленнику обмануть автомобильную систему безопасности, а значит станет угрозой для жизни водителя и пассажиров.